О торговле в Евразийском экономическом союзе шла речь и на встрече Александра Лукашенко с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко. Имидж интеграционного объединения страдает из-за уменьшения товарооборота в ЕАЭС. Надо что-то делать. В том числе увеличивать связи с Иркутской областью. По последнему, кажется, договорились. Возможные проекты программа неделя обсудила с губернатором Сергеем Левченко. Сергей Георгиевич, Вы уже раньше бывали в Беларуси? Если нет, то почему решили приехать? Во-первых, первый раз это был большой недостаток. И в этот раз мы его исправили. Мы в прошлом году, когда после выборов собрали свою команду в Иркутской области, в ноябре месяце я еще обратился в наше Министерство иностранных дел и в другие федеральные структуры, для того, чтобы с их разрешения мы спланировали официальную поездку сюда, в Беларусь. И вот позавчера вечером впервые в жизни и я, и многие мои коллеги из правительства Иркутской области побывали вот здесь, в Беларуси. Подписали соглашение о сотрудничестве между областью и Республикой Беларуси, где наметили порядка 12 направлений, по которым мы составим уже к концу января план работы, план действий или дорожную карту, как это сегодня принято называть. Ну, назову, наверное, основные. Это что касается поставок оборудования и продукции машиностроения в наш лесной комплекс, сельское хозяйство, строительство, коммунальное хозяйство. Мы договорились о том, что поработаем над сотрудничеством между нашими научными сферами, особенно в области сельского хозяйства. А какие перспективы могут быть в плане создания совместных предприятий? Вот так просто навскидку с точки зрения логистики, ну, скажем так, производства лифтов. У нас в области достаточно серьёзный строительный комплекс. В своё время он был одним из самых мощных в Советском Союзе. Достаточно вспомнить хотя бы одну из наших организаций, Братская строй, которая была самая крупная, самая большая в мире. 110 тысяч работающих работало в одной из строительных организаций, строили половину Советского Союза. И сейчас мы намечаем большие планы, не менее полутора миллионов квадратных метров жилья строить. Плюс у нас очень большая задача в капитальном ремонте и реконструкции уже существующего жилья, которое эксплуатируется десятками лет. Ну, по крайней мере, мы считаем, что уже нужно делать капитальный ремонт, в том числе и лифтов, порядка 15 тысяч домов. Это тысячи и тысячи лифтов. Сегодняшняя схема, логистика, она такова, что из России сюда поставляется всё, что касается металла. Это вот с самой лифтовой шахты, лифтовой кабины. Затем здесь начиняется и снова везёт в Россию. С учётом того, чтобы не делать этих лишних перевозок, и, соответственно, не удорожать, и чтобы время лишнее не тратить, мы, исходя вот из этих больших объёмов потребления лифтов, которые нам нужны, мы могли бы там совместное предприятие сделать. Кроме этого, лесной комплекс. У нас в Иркутской области самая большая в России расчётная лесосека. Мы добываем, рубим лес порядка 34 миллионов кубометров в год. Это намного больше, чем во многих других странах. И мы заинтересованы в том, чтобы эта отрасль максимально глубоко перерабатывала лес. Не просто кругляк или там пиломатериал какой-то. Поэтому задачи мы ставим перед этой отраслью, чтобы глубина переработки была максимальной. Здесь есть очень хорошие предприятия, связанные с тем, чтобы изготавливать мебель белорусская. Она достаточно известна не только в Белоруссии. Это и производство ламината, то есть продукции близко к конечной. А какие белорусские товары можно встретить в Иркутской области? Ну, наверное, много тракторов на полях ещё со времён Советского Союза. И со времён Советского Союза, и сегодня наше хозяйство покупают тракторы. Я уже говорил о том, что у нас увеличивается количество сельскохозяйственной техники, автомобильной техники, которую мы у вас покупаем. И 6 тысяч километров – это не предел. Россия большая. Мне сегодня приводили примеры о хорошем тесном сотрудничестве Белоруссии с Сахалинской областью, которая ещё дальше находится от Белоруссии. Там сегодня строится агрогородок, там будет хороший сельскохозяйственный комплекс количеством больше тысячи голов скота. Мы считаем, что мы и у нас вполне можем такие агрогородки делать на основе вот такой промышленности, производства молока и мяса. А белорусские продовольственные товары есть на полках магазинов Курской области? Есть. Очень большим спросом пользуется колбаса. Колбаса? Она белорусская и она очень экологически чистая. Люди это прекрасно понимают. И соотношение цена и качество вполне нас удовлетворяет.